Ходит на площадку и Милош там же, да. И, кстати, выходит вместо Виталия Фридзон, который тоже сделал целый ряд поспешных атак и ошибок в начале встречи. И вместо... Арома Джексон, то есть сразу, получается, двух маленьких убрали. Вот так вот. Милош в своей гадой. С вероятностью 90%, поэтому именно так мягко набрасывал Тая Досич. Ой, какой... Вот это вам хороший Милош Теодосич. Отличный розыгрыш в четыре... в три паса, прошу прощения, с четырьмя игроками. Банов скидка на трехочковый Теодосичу и Милош забивает. О хорошей защите, как сейчас сместились Кайл и Фридзон, да, это было под кольцо. И просто у него уже под конец этой серии все мысли в каждом матче были о том, что только надо трешку. Николо Мелли, ну, собственно говоря, 14 очков из 30 набранных Бамбергом у Николо Мелли. И Милош Теодосич забивает свою очередную трюк. Видите, да, Мелли не только сыграл корпусом, но и ногами сработал абсолютно параллельно. То есть там не было никакого движения. Ну, ЦСКА побежал в отрыв. И первым на стрелье атаке оказался Джеймс Агастин. А какой пас опять отдал Милош появился? Он уже 12 минут отыграл и вообще ничем не отличался. Мы его только первый раз назвали. А тоже достаточно известный баскетболист. Стрел я на статистику в этом показателе Виталия Фридзона. Милош Теодосий! Даже при таком рисунке игры баскетболистка Бамберг ведет по подборам сегодняшнюю встречу. Ой, какая передача! Вот вам снова этот момент Дэвид Блат раскусил. Колени-то согнулись очень прилично. Как говорил Арвидос Сабонис, я бы уже не встал бы в этой ситуации. Ну, обидно, что не получился бросок сверху. Отличную передачу. Снова глядя в одну сторону, передачу в другую. Козье просто проходит. Никто ему не мешает. Ну, Милош Теодосич решил, что хватит. Набрал плюс два на два. Его опережает Николо Мелли. Точно так же, как не разобрались в защите баскетболиста ЦСКА. Сагастин появляется на поле. Первая неподготовленная атака в нападении в исполнении немецких баскетболистов. Видно было... 5.74 и уже не в пользу ЦСКА. Милош. Вот тут Милош на индивидуальные действия сваливается. Никого не ищет. Но зато плюс три. Четверти ЦСКА в нападении. Гори Хиггинс на Милоша Теодосича. И... Какую-нибудь... Которая приведет к какому-то эффекту. И немножко с другой стороны попробовать. И здесь игрок шел именно сдержать его... Не характерно для себя, но это можно объяснить, наверное, тем жестким очень падением, которое с ним случилось. Четвертое свое персональное замечание. Милош. Вопрос, что защитит. Это в 90 открытый бросок. Милош снова бьет издалека. Чисто! Трешечка! Милош сейчас и... Очень красиво. Снова фалят на Теодосича. Ника Зизис. Пятый фол. И даже если убрать тот момент, что это плановые фолы, так сказать, которые пойдет пробивать... Пошел этот мяч в кольцо с трудом, но... В основном это те самые пять из пяти трех... Чем четыре десятых. А вот сейчас Кайл Хайнц появился на площадке. Возможно, сейчас какая-то очередная передача от Теодосича на него, врывающаяся в трехсекундную зону. План такой. Нет. Фридзон со средней дистанции. Да! И забивает бросок! Виталий Фридзон! Сколько он таких мячей забросил в своей карьере! Мы в его исполнении видели ни раз и ни два. И, надеюсь, увидим их еще хорошее количество. Ну что ж, с победой всех болельщиков ЦСКА! Вот так неожиданно тяжело заканчивается матч между Бросе-Бамберг и московским ЦСКА.